Впереди у России важное ответственное событие – празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. К этой дате присоединятся все страны-участницы Содружества независимых государств, потому что к Великой Победе тогда шли все вместе. Будет реализован международный выставочный проект Центрального музея Великой Отечественной войны, который так и называется «В борьбе против нацизма мы были вместе». Я думаю, что эта дата очень важна для всех наших народов. Мы, в частности, по Армении очень широко будем отмечать, потому что у нас очень много армян принял участие в Великой Отечественной войне, очень многие погибли, но тем не менее это сознание того, что мы победили, и она действительно великая победа. Аналогичные мероприятия пройдут в Беларуси, Молдове, Таджикистане, Кыргызстане, Азербайджане и Казахстане. Сегодня в Сочи был подписан договор о сотрудничестве между Россией и Казахстаном. Этот документ дает возможность двум народам выстраивать культурное пространство на год вперед. Сейчас в Астане строится и буквально в ближайшие годы будет открыта Казахская национальная академия хореографии. И, конечно, мы уже сотрудничаем с специалистами, которые являются хорошими педагогами в области хореографии, потому что хороших педагогов найти всегда очень сложно. А мы должны честно сказать, что русский балет – это законодатель в области балетно-искусства. И так что мы всегда с удовольствием сотрудничаем. Заместитель министра культуры России сегодня сообщил о том, что в нашей стране открыта дорога в большую литературу для талантливых переводчиков и литераторов стран Содружества. Все это с целью создания единого пространства русского языка и культуры. Вот сейчас, что мы сделали последним, это Международный центр культурного сотрудничества при библиотеке имени Рудомино, где мы предлагаем работать писателям, поэтам и переводчикам, которые хотели бы работать над тематикой объединяющих наши страны. Либо это переводы с русского на языки республик, либо перевод с национального языка на русский. Мы в одинаковой степени поддерживаем такие проекты. Приоритетным остается культурно-познавательный туристский проект «Великий шелковый путь». На Кубани есть пример успешной реализации подобных инициатив. Министр культуры Краснодарского края Галина Солянина рассказала о том, как в нашем крае пять лет назад создан этнокультурный комплекс «Атамань». Теперь там регулярно проходит краевой фестиваль национальных культур. По традиции на заседании совета были определены культурные столицы Содружества в 2015 году. Выбраны российский Воронеж и таджикский Куляб. Россия предлагает странам Содружества самое активное сотрудничество в области культуры. И самым ближайшим мероприятием может стать празднование 250-летия Эрмитажа. Сегодня все участники заседания были приглашены в Санкт-Петербург.